Во имя Отца и Сына Святого Духа, Аминь. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Вот к нам приехал в гости брат Виталий Калинников. И вот у меня есть к нему вопросы. Первый из них вопрос у меня... Потому что я сам шел каким путем к Богу, мне это очень интересно было, и другим поучительно, как я приходил к Богу. Мне хотелось бы от тебя эту историю услышать. Как ты вообще дошел осознание, что есть Бог-Создатель, и как вообще к вере пришел, в церковь, в Канаславную? Ну, это было уже давно, ну, так скажем, относительно давно. 18 лет я уверовал, а как к этому я пришел, ну, вкратце расскажу. Это были 90-е года, вот. Я занимался хоккеем, с мячом играл довольно-таки успешно. Наша команда по России ездила, мы побеждали. Вот, но мы молодые, да, ребята, все. И как раз вот в 90-е годы открылся вот эта вот хлынула чернуха вот с запада, все, вот захватила там. Перестройка. Да, перестройка, вот, все дозволенности, вот. И нас это захлестнуло. Иммунитета не было. Все в основном в советских семьях родились. То есть наставления отеческого, материнского, духовного не было. И мы, соответственно, попали в сети вот греха. Вот. Я и мои товарищи, так скажем. И вот. Я шел по этому пути, греховому пути смерти. И когда уже в палку реально перегибали мы с ребятами в делах беззакония, меня совесть обличала. И я, ну, стал задумываться, что, ну, даже, ну, осаживать моих коллег, скажем так, по цеху, что, ну, мы что-то не то делаем. Им это не понравилось, и они в оконцовке от меня избавились. Вот. Потом еще такой момент был, что как раз же там на тренировке хоккей с мячом играл, мне травму нанесли. Ну, человек, вот, мой товарищ, травму мне, ну, серьезную. Я попал в больницу с внутричерепной травмой, там, сотрясение головного мозга. Вот. И когда в больницу попал, я стал, ну, я так задумался, серьезно, думаю, как так вот. Вроде все так хорошо было. И тут попал вот на койку больничную. И стал переоценивать свою жизнь. Вот. Вот это такие моменты. Еще один момент был такой яркий, который на меня повлиял для того, чтобы я стал задумываться, ну, что не так живу. Вот. Когда я, потому что вредные привычки все я стал развивать, курение, вот, курение даже, вот, трав, травы вот этой, вот. Потом, ну, алкоголь тоже, вот это все. А мне 18 лет нету. Ну, я еще продолжал по инерции заниматься спортом. Вот, иду на тренировку и почувствовал себя стариком. Сердце колет, отдышка. Вот. А мне нет, и осознал, ну, думаю о себе, что мне 18 лет нету. А ты уже, ты уже все дряхлый, я не знаю, овощ какой-то непонятный. И мне с ног до, вот, от пяток до макушки прям пронизал, пронизал, меня такой пронизывающий страх нашел на меня. Ужас какой-то, что так, что, ну, невозможно так просто. Вот. Вот. Как бы, ну, жизнь, жить хотелось, но не так, как сейчас, вот, я в таком состоянии. Вот эти моменты. Потом, когда я вот стал сделать переоценку, как бы, скажем так, по-мирски, за ум взялся, я 10-11 как раз вот этот класс наступил. Меня из школы выгнали, из той, из которой я с первого класса учился по девятый. Меня оттуда выгнали за плохое поведение, все. А потом я перешел в другой лицей, 66-й, в Омске. И 10-11 класс прошел для меня очень насыщенно. Совсем по-другому я и на учебу стал смотреть, и искать истину стал. Ну, вот. В чем есть смысл? Да, в чем смысл жизни, я откуда произошел, вообще для чего я живу, и так далее, и так далее. Театр, музыка, философия, ну, везде искал, где бы вот что-то вот поймать, вот этот смысл жизни. И однажды на урок, у нас был урок эстетики, разные были уроки, по институтам нас водили, как бы готовили, чтобы мы дальше пошли в вузы учиться. И вот был урок эстетики. На урок эстетики вела у нас актриса, бывшая актриса драмтеатра Омского. И она пригласила действующего актера драмтеатра Омского. Ну, актер, он артист, он может хорошо рассказать, красиво. И он нам стал рассказывать о библейскую историю, о Иисусе Христе в основном. Вот, и так рассказывать, что мне очень стало интересно, очень интересно. Вот, произошла полемика среди, ну, наших, моих вот братьев по классу. Вот, какие-то споры, все, и тоже мне это все заинтересовало и запало в сердце. И я пришел домой после этого урока. Одного была протестантская, скорее всего, протестантская Библия. Когда-то, видимо, или мама, или папа получили ее и принесли домой и положили. Ой, настал часть, вот этот день, час, час икс, когда она мне пригодилась. Открыл я новый завет, прочитал об Иисусе Христе и поверил, что вот Господь Иисус Христос умер за нас, за меня, в частности, и воскрес. И обещает, что если ты будешь поступать по моим заветам, то я и тебя, ну, тебя, меня, то есть, воскресит и дарует жизнь вечную. Вот, ну, для меня это было откровение. Прочитал Ветхий Завет тоже, вот, это вот, создание мира, бытие, все, тоже все легло на сердце. Ну, и появилась вера вот такая, скажем, живая. Ну, а как-то у тебя отношение изменилось в жизни после этого? Ну, конечно, страх появился. Просто я понял, что, ну, появился страх, что я не так, я жил действительно не так. И не только страх, ну, и слезы появились, там, умиление сошло, вот, когда, значит. Вот, потом моя первая книга была религиозная о Елизавете Федоровне, Миллер, автор, это женщина Миллера, тоже, когда я ее прочитал, она же тоже, ну, она мученица, Елизавета Федоровна. Ну, и жизнью, во-первых, она испытала, что вот и мужа ее, потеряла мужа, террорист, уничтожила ее мужа, она собирала его по кусочкам, его тело, вот, она это все пережила мужественно. И потом создала Марфа-Марининскую обитель, обитель милосердия, вот. Сбился, да? Ну, я вот, когда я эту книгу прочел, она мне тоже вот прям села. Ну, то есть, чем ты забрелась? Она меня вот так вот сотрясла. Почему побудил этого все? Ну, к тому, что я жизнь плохую вел, ложную жизнь вел, ложный путь, вот это, путем смерти шел, и что в оконцовке ждет ад и все вот это. Я это осознал, и что, и Господь-то обещает все-таки, ну, что, и Он не для этого нас создал, не для ада, а для, вместе с Ним, чтобы мы жили и радовались. И какой шапки дальше я сделал после этого? И дальше я стал изучать христианство, мне стало интересно, покупать книги стал в магазинах. Ну, просто я алкал и жаждал литературы христианской. Потом, удивительный такой момент, есть такой Малахов, он уринотерапия, вот. Ну, как бы, я, раз я помню, что ты говорил, что я почувствовал себя дряхлым, там, разбитым, я решил восстановить здоровье свое. Он стал вот всякие практики делать, и там, вплоть до того, что у Малахова прочитал об уринотерапии, что это какое-то панацея, ну, то есть лекарство хорошее, уринотерапия, урино, моча. И что, и там он даже привел, вот этот Малахов, удивительный человек, странный немножко, конечно, он привел вот этот вот цитату, как бы из Библии, что Иисус Христос благословляет уринотерапией заниматься. Ну, меня это вот так резануло по сознанию, думаю, как так вообще? Ну, это все-таки, ну, Писание, Священное Писание о таком, ну, о таких вещах. И я, да, несовместимый, у меня сомнение появилось. Я решил пойти у священника спросить, думаю, священник-то ведь знает, что к чему. Вот, и я пришел, рядом оказался храм, как ни странно, с моим домом, знамение, иконы, знамение Божьей Матери. Ну, пришел я туда, служба шла, вот, я подождал, пока служба кончилась, батюшка, я к батюшке подошел, говорю, батюшка, ну, вот это дело объяснил им, он мне ничего не ответил, не дал мне ответа. Потом я уже выяснил, что это все ложь. Вот этот Малахов, он, ну, просто обманул читателей своих. Такого нет, никакой уровень терапии. Конечно, я оставил, он, батюшка, только единственный сказал, что оставь ты вот эти бредни, приходи, будешь помогать нам храм восстанавливать, послушаться будешь, вот он так вот. А я это воспринял, ну, по-доброму, и стал ходить к нему. И у него на приходе узнал, что есть такая семинария, что там тоже христианские знания дают, все. И я загорелся очень сильно, ну, у меня была жажда знаний, именно о христианстве хотел узнать больше, больше, больше. И на то время я учился в речном училище, ну, решительно оставил ее и стал прямо основательно готовиться к семинарию у него на приходе. Вот, и в итоге потом поступил. А что за семинария? Тобольское духовное семинарие. Тобольское духовное семинарие. Да, цель я свою добился, так скажем. Ну, конечно, не в совершенстве, но основные вопросы, базовые вопросы христианства я для себя понял. Ну, вкратце расскажи, как у тебя там жизнь прошла? В чем семинарии? Дело в том, что у меня удивительная жизнь прошла в семинарии. Я не в одной семинарии учился. В двух семинариях учился очно, и в третьей семинарии я учился заочно, и ушел в академотпуск, и так даже и до ныне. Я нахожусь в академотпуске. Ну, это такой случай, как бы, клинический немножко. Вот. Что мне нравилось в семинаре в Тобольске? Вот, в Тобольске семинарии. Там братство мне понравилось. Вот, у нас был такой, как бы, круг ребят-семинаристов, которые были, мы были единомысленны. Мы любили молиться вместе. Ну, акафисты вот, поэтому, акафисты петь там, молитвы читать. Потом любили просто песни петь. Мы как делали? Вот, например, летом мы остаемся на практике, ну, тоже вот, трудиться. Летняя вот практика труда тоже там такая была. Мы оставались, ночь наступала, и мы же тайно образующе собирались, вот, те, кто хотел, и шли в близлежащий лес. Вот. А это берег Иртыша, холмы красивая, великолепная природа в Тобольске. И вот, приходили туда ночью, все тайны сдаю, как все было. И что, ну, разводили костер, начинали молитвы петь, читать, воспевать Господа, там, Иисуса Слачашего, Матерь Божией и так далее. Вот, потом трапеза у нас начиналась, вот, разговоры такие по душам, ну, братские, вот, такое братское общение. И следующее, что уже начинались песни, ну, разные песни, военные, детские, там, и так далее, и так далее, ну, такие душевные. И у нас это все продолжалось, прям на такой волне, хорошей, радостной, что мы уже шли, когда, а уже утро все, вот, утро рассвело, мы шли, соответственно, до отбоя, до подъема нам надо было вернуться, в коечки лезть, что все ровно, ничего не было. Ночью спокойно с показателем начальствующим. Вот, и мы когда шли, ну, мимо частных домов, вот, идем мы все вместе и поем песни, мы не можем остановиться, у нас такое вот, такое воодушевление было. И такое состояние, ну, я не знаю, как сказать, вот, ну, пил, не пил, даже вот не надо, и вина было пить, тебе было весело, радостно, все, вот так. И думали, видимо, люди, когда мы шли, вот так воспевали, ну, что вот, с утра уже, идем и это. А на самом деле, это было такая, ну, больше, конечно, душевная радость, но вот это мне запало. И когда меня очислили, из-за, ну, у меня были трения всегда по послушанию проблемы, вот, были трения с, институт такой там есть, инспектор, про ректор по воспитательной работе сейчас называется, а раньше было название инспектор. И вот у меня с ним всегда, ну, не срасталось ни до конца, и вот они, как правило, меня и отчисляли. У вас там было изучение Библии как-то? Изучение Библии был такой, отец Михаил Денисов, и был, и есть, многодетный батюшка, очень, очень разбирающийся хорошо в вопросах библейских вопросов Библии, Новый Ветхий Завет. И вот когда к нему на урок попадали мы, то мы купались в Слове Божьем, вот, мы радовались, мы вот, ну, кто хотел, конечно, кто воспринимал это все, это был праздник для души, вот, по крайней мере, у меня. Вот, был другой преподаватель, как раз тот человек, который меня отчислил, отец Гермоген. На него, на его уроках я засыпал, и не только я, то есть там был какой-то полу такой, полуживой, какое-то вот вещание большой головы. Понятно. Вот, так что были моменты, но не сказать, что в полноте прям, вот, это как обычный, обычный среди прочих урок было, вот, изучение Нового Ветхого Завета. Ну да, человек-то ощущает же, когда человек говорит это с интересом, то есть сам проникая в Слово Божьем, или он просто информацию тебе выдает? Ну, я скажу больше, вот, когда у нас пасхальная неделя, да, например, наступала, мы славить Христа ходили, в первую, к первому, кому было желание идти, у ребят, у сестер, у братьев, там, ну, сестры на иконописное отделение, или регенское отделение, братья, соответственно, семинаристы, либо иконописцы, мы все собирались, и все шли к отцу Михаилу Денисову, погреться от любви его. У него в семье была аура любви, там, ну, вот так вот, от мала до велика дети, и он, конечно, стол накрывал, трапеза, и что, вот, мы садились, все начинали, ну, пропели молитву, там, может, стихиры, вот, пасхальные, садились, и он говорил, что, ну, что, детки, давайте для гостей, там, организуем концерт, и каждый, там, у него, кто скрипку возьмет, там, сын, например, кто, там, баян, кто еще какой-нибудь музыкальный инструмент, и они начинали, вот, играть, петь, там, и вот такое вот, ну, чувствовалось, что здесь, что здесь, вот, ну, по любви же живет, и мы, как бы, грелись от этой любви, вот, ну, у меня такое состояние было, ну, не только у меня, я отзывы тоже от ребят слышал, что, ну, вот, так вот было. Что в дальнейшем у тебя после Тобольской семинарии это было? Из Тобольской же семинарии меня отец Алипий, это вот, по иконописной части, он меня благословил, и владыку подговорил, чтобы он тоже так поступил со мной. Меня направили подслужить на флот, я попал. Два года на флот благодатных трудные были, но сейчас я вот, когда смотрю, анализирую свое прошлое, для меня это самые светлые были дни, в плане том, что я чувствовал дыхание Бога, его помощь постоянно, вот, и, ну, то есть, вот, живое такое было общение с Богом, все два года, и чувствовал его помощь, его благословение, его, как сказать, ну, как, попечение тебе, и чувствовал, когда начинаешь лукавить, там, грешить, чувствовал его наказание, ну, все, вот, 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 этот, вот, процесс, вот, сам, вот, концентрация. То есть, как бы, благодать от тебя отходила? Да, отходила благодать, получал по шее, и так далее, и так далее, каялся, с храм приходишь, слезы рекой текут, умиление сходит, что невозможно просто. Ну, а ты вот мне рассказывал о своей первой исповеди, это у тебя где произошло? Первая исповедь, это была, вот, рядом с домом в Омске, отец Иоанн Дулов, матушка Лариса. Вот, вообще, первое мое соприкосновение было, вот, такой интересный опыт, матушка Лариса, ну, я пришел, одни из первых, прямо, их, входов, вот, в этот, приход в храм, вот, в этот, наверное, первый или второй, не помню, третий, или, она мне дает молитва слов, по-русски, соответственно, описанного, но смысл церковно-славянского, 50-го псалма. Я открываюсь, ну, начинаю читать, и для меня открывается, ну, вообще, новый какой-то мир, слов светлых, из которых, ну, души, да, которые прямо туда, в сердце проникают, и радостью наполняют сердце, какими-то такими новыми чувствами. Я ни разу, вот, 18 лет, сколько мне там, я за свою жизнь ни разу таких чувств не испытывал, что мне вот это дало, чтение духовных вот этих слов. 50-й псалом пророка Давида. Помилуй меня, Боже. Вот, что еще? Это первый опыт, вот, соприкосновения с словом, да, скажем, ну, Божьим, это же псалом. Потом, первая исповедь, подготовка тщательная, тщательное прокручивание всей своей жизни, выявление, что я сотворил, беззакония какие сделал, грехи, все это я сконцентрировал, записал. И вот это первая генеральная исповедь, это опыт тоже такой, прям, неизгладимый, и после которого, после исповеди, ну, меня как будто с меня мешок большой, огромный, какую-то плиту или что, сняли, и я получил свободу. Радость, свободу, и побываю Творца, что вот так все. То есть, такой свободы я не испытывал тоже в жизни ни разу. Да, это только Господь. Это исповедь, да. Ну, и причастие, то есть, когда я причастился впервые, то я просил Бога, что, Господи, можно всегда в этом состоянии пребывать. То есть, радость и, ну, не знаю, вот, смотришь всех, хочешь обнять, любишь всех. Вот такое состояние. Это вот первая исповедь. И все в том храме, вот, в знамении иконы Божьей Матери, в Новгородской, рядом с домом. Старый храм, он был еще построен до революции, потом, конечно, закрыт. Ну, а вторая семинария, когда ты гишь там? Вторая семинария, Екатеринбург. А как туда попал? А я приехал домой, когда меня очистили, там, прослезился. Вот мне то, и самое, конечно, что я, была у меня утрата такая, ну, скорбь на душе, то, что я братство утратил. Для меня это была ценность великая, вот, то, что вот братство было, мы жили, вот, братство. Священником я не хотел быть, я и поступал в семинарию для того, чтобы именно изучить христианство. Ну, и вот познакомился вживую, прочувствовал, что такое братство настоящее, да, скажем. Верующих, да? Да, верующих людей, истинно верующих, искренне верующих. Вот, ну, и так же в Екатеринбург. Я приехал домой, все, думаю, ну, что делать? Думаю, надо жизнь уже начинать такую, в миру. И тут звонит Марк Зуляр, православный еврей, с которым мы поступали в Тобольск, его почему-то не взяли. Он поехал в Екатеринбург, его там взяли. Вот, он мне звонит, ну, что, Виталий, ты как? Я говорю, ну, вот так, я здесь, в Омске. Он говорит, ну, а что ты в Омске, поехали к нам, приезжай к нам в Екатеринбург. Тут, говорит, тут либеральная прям свобода-свобода, вот, либеральная семинара, не сравнить с Тобольском. А Тобольск по дисциплине был на первом месте в свое время во всей России. То есть, там жесткая была дисциплина. Вот, и по сравнению Екатеринбург, по сравнению с Тобольском, ну, это небо и земля, вот, по жесткому, по дисциплине. То есть, там либерализм действительно был. Там ты был, можно сказать, предоставлен сам себе. Что хотел, то и делал. Ну так вот, образно говоря, если сравнивать с Тобольского Я приехал на разведку, посмотрел, поговорил с ректором, с проректором Опять же, по воспитательной работе, с которым у меня в дальнейшем опять не сложилось Отношения не сложились Я расскажу, почему не сложились Могу сейчас рассказать В итоге, ну, была такая практика в Екатеринбурге, что воскресный, субботний-воскресный день Можно было, вот еще один элемент удивительный В Тобольске об этом можно просто мечтать только было Можно было ехать на приход к тому батюшке, у которого ты исповедуешься, причащаешься и так далее В другой город можно было ехать, ну, в области, в Свердловской И эта практика была, и ребята так делали И я только стал делать с другом Андреем Печерином Мы стали ездить к отцу Александру Никулину Это отец, который Который Почитает царскую семью Ну, монархист, что ли, так вот их называют Таких отцов Очень любит, очень почитает Очень о них Много рассказывает Народу И так далее, и так далее И вот на этой волне я с ним сошелся Я, в принципе, тоже люблю царя Царскую семью, почитаю их Елизавета Федоровна, дом Романа Ну да, там же храм на крови и все вот это есть Да И вот И мы стали ездить, но в один прекрасный момент К нам вызывают на ковер, вот к этому проректору по воспитательной работе И он нам заявляет, что ребята Вы не надо ездить туда, к нему Причину он не объяснил, почему У нас есть вот духовник, как бы Ну, в самой семинарии Вот к нему ходите Исповедуйтесь А вот как отучитесь, так тогда, пожалуйста Хоть на все четыре стороны, как бы, да Хотя остальные так же продолжали ездить Ну, я с ним не согласился Он сказал, ну, выбирай между семинарием и твоим батюшкой Как бы так, да, дал мне ультиматум, я ему сказал, я уже сделал выбор И он, в один, ну, как бы В один прекрасный момент, он меня учислил Как бы понял, что я вот так И ты обратно уехал в Ломск? Нет У меня отец Александр нашел жену Там на приходе Вот, вручил мне ее И стал я жить с женой А, и благословил он нас ехать Так, извиняюсь Сейчас я посмотрю Позже, позже, позже Сейчас я отключу Вот Он благословил ехать в Пермский край Все-таки дальше продолжать учиться в семинарии Дальше идти, ну, становиться священником И так далее, и так далее Ну, я послушал Хотя желания, конечно, внутри, если честно Ну, не было вот То есть призвание не чувствовал? Да, призвание не чувствовал Ну, вот как-то, я не знаю Ну, другим, короче, заниматься не умел ничем И вот так вот, как-то по инерции все шло Вот Послушался вот Духовника своего на то время Он был духовником И мы поехали в Пермский край Он порекомендовал очень хорошего батюшку Отца Отца Как же его? Село Плотниково Сейчас его Кирилл зовут Он монашество принял А тогда он был Отец Владимир Отец Владимир, да Плотниково И мы с ним Я, ну, как с ним жил Под одной крышей мы жили И я ему помогал Как священнику Алтарь Квирос Служение вот это все Священническое Что он меня просил И учился заочно В Пермском крае В семинаре И потом пришлось уйти В академотпуск Поскольку уже Жена не выдержала Всей нагрузки Жизни в деревне Вот в этом Плотниково Это глухая Там тайга Матерая такая Далеко от города Не от Перми даже А там Районный такой центр Есть Кунгур Вот от него Уже достаточно далеко Она этого не выдержала И у порхалок Маме рожать Вот Сына Рожать Там она родила И мне пришлось Ну я объяснил отцу Что ну как Вот она там Я здесь Хотя И по большому счету Наверное Если я бы остался Вот Отец уже Отец Владимир Уже подготовил Дом Священнический Приход Как бы определил Уже договорился С епископом Что меня рука положит Вот Ну Видимо так Господь сделал Да Я все таки Принял решение Что поехать Ну сына хоть посмотреть Родился все таки Когда он родился Мы благодарственным молитвом Воспели Все с отцом Владимиром Порадовались А так я его не видел вживую И очень хотелось Увидеть сына И поехал к нему Ну а там Матерство 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 Семейные вот эти И в оконцовке Сейчас я Ну Как сказать Мы живем отдельно К сожалению Нет Ты вот сейчас Сам-то приехал С Омска Там в Омск Как у тебя После этих семинарий Приходов Где-то Что-то остановился Дальше как-то В семинарии поступал Все Ну и как бы Намытарился И Да Уже Семья В семье стали проблемы Трения Понимаешь А какой священник Если у него в семье Трения Проблема Апостол Павел об этом говорит Своим домом Не умеет управлять Да И все Я понял Что ну все Как бы это Остановись Скажи пожалуйста По семинариям Что например Ты не увидел Соответствующего Согласно слову Божьего Там совести Что там Меня очень удручало То что там Что там Приветствуется Вот эта Двойная Двойная жизнь Ну как приветствуется Она не приветствуется Как бы Но К сожалению Там очень большое Очень большое Количество семинаристов Ребят Ну и не только Семинаристов Там ведут Двойную игру Двойную жизнь Вот смотри Пример такой Ну взять Тобольск Владыка Дмитрия Железный Дмитрий Его называли Вот У него Он дисциплину Держался Ну дисциплина На первом месте была И благодаря ему Отцу Фотию Инспектору Тоже Ну да И Ну отец Фотии Очень хороший батюшка Про него ничего Не могу сказать Вот Что я хочу сказать Вот отец Когда владыка Находится на месте Ну вот ходит По По Кремлю Там я не знаю Вот на своем месте Находится Все ходят Как шелковые С дисциплиной Соблюдается Как бы порядок Все 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 На показ Как только ему Он уезжает Ну вот все Вот он куда-то Поехал в Тюмень Или еще куда-нибудь В поездку Ну как бы это Все Ура Гуляй Россия Плащ Европы Начинается Такое У меня вот это Всегда удручало Вот То есть Как бы вот такая Вот жизнь Как бы Ну только вот Перед человеком Угодие некое Понимаешь И оно идет По цепочке Начиная с владыки Священства Семинаристы Там Первый, второй, третий Четвертый Ну как некая такая Ну не сказать Что это дедовщина Но все равно И вот так по цепочке Идет, идет, идет Да, некое лицемерие Такое Оно как бы приветствуется Я всегда был в недоумении Почему Владыки Вот в частности Владыка Дмитрий Ну к себе приближали Вот Ставили в качестве Подьяконов Вот Ну таких вот Пономарии Подьяконы Вот людей Вот такие Ну особенные подьяконы Особенные подьяконы Которые вот они Вот как раз Заквашены Вот на этом На двойной Вот этой жизнью Вот так вот Понимаешь Мне вот это вот Я Ну всегда смущало Ну были исключения Из правил Были и достойные Хорошие Ребята Потому что Ты же живешь с ними Мы живем в одной В одной казарме Можно сказать Мы все про друг друга Знаем Кто чем дышит Я это не просто говорю Ну выдумываю Вот Так вот Меня вот это удручало Лицемерие Вот Очень Очень сильно Разбитая Но ты искал на эти Именно в свои вопросы Ответы Почему так происходило В людях В этих Я Ну я был Какой-то литературу Дело в том Что да Я был в недоумении И в самой Московской патриархии Я этого не нашел Ответа И поэтому Уже руки Опускались Особо не То есть Даже в священство Еще не хотелось идти Вот по этой причине Что нужно будет вести Эту двойную игру Продолжать Иначе тебе ничего не светит Вообще Вот Иначе Ну да То есть Надо вот Присмыкаться Надо прогибаться Где-то там Вот И так далее Вот Беспрекословное послушание Там Вышестоящим органам В частности Владыки Ну То есть Папизм Вот это Цезарь Папизм Прямо Красным цветом Расцветал И меня это Напрягало И меня Я не мог понять Откуда это Почему Потом Вот Могу рассказать Случай Как я Когда Ну То есть Я стал Я искал Это все равно И нашел Ответ на этот вопрос Вот я расскажу В двух словах В Омске Однажды В Омске Я ходил Соответственно Все равно Дальше питался Духовной литературой Зашел В магазин Как сказать Христианской литературы В Омске Вот И смотрю Продавец Женщина И тоже Прихожанка Как сказать Не прихожанка А покупатель Книг Тоже женщина Они стоят Разговаривают Друг с другом И говорят Что в Омск Приехала Икона Монреальской Божьей матери Вот это вот Иосиф у нее Сбыл хранитель ее Вот Ну я про эту икону Знал Что да Что она чудотворная И так далее Ну Вот Я решил Ну как бы В Омск приехала Раз святыня такая Нужно прийти Поклониться Помолиться Перед этой иконой Очень захотел И я у них узнал Где это находится Они мне сказали адрес Я пришел туда Зашел на службу Это оказалось Храм оказался Прям как дом Как будто Просто там Пристроен Небольшой куполочек И все И крест А так дом Домом Среди Частного сектора Я туда зашел Мы начали молиться Смотрю Екатинья Не такая Как в московской Патриархии То есть там Ну Екатинья Совсем другая То есть там Есть моменты Которые Отличаются Вот Потом смотрю Епископ Ну Идет человек В облачении И смотрю Он не священник Он епископ Я уже Напрекся Думал Как так У нас что Два епископа По-моему Вроде я одного Знаю Феодосий На то время Был митрополит И тут Идет еще Один епископ Я уже Думаю Так Что Куда я попал Стал размышлять Потом Ну потом Я догадался Что это Подумал Что это Зарубежники Ну вот Русская Зарубежная Церковь На то время Это были Антагонисты Московская Патриархия Русская Зарубежная Церковь Друг друга Скажем так Мягко говоря Не любили И называли Вот Московская Патриархия Называла Ихр Карловацкий Раскол Таким Двумя словами Все Хорошо Ну думаю Ну хорошо И помолился Поклонился Иконе И думаю Ну они Заинтересовали Меня А чем Еще заинтересовали Когда я Выходил И уже Домой Хотел идти Посмотрел Табличка Висит на этом Доме И написано Русская Истинная Православная Церковь Истинная Православная Церковь Ну я тогда У меня все Шаблон У меня все Разрыв шаблона Или как там Говорят Все Я просто Ну Я тогда Даже немножко Разгневался На них Думал Ребята Ребята Ну я где Нахожусь Я Не в церкви Не в истинной церкви Вы претендуете На истину Да Ну я вот так На них Да Стал негодовать И решил Выяснить Кто это Такие Ну откуда Они вообще Что это за Организация Такая Вот И у меня был друг Милиционер Бывший Николай Тоже христианин И я его попросил Давай Коль с тобой Выведем на чистую воду Эту братью Кто такие И все А он как Следователь Он умеет Это делать Ну то есть Вот Выводить На чистую воду Кого Если захочет И он Мы с ним Это провели Это Изыскание Выяснили Что действительно Это бывшая Зарубежная церковь Русская Зарубежная церковь Теперь они Вот так Стали наименоваться Русская истинная Православная церковь По образу И подобию Как Когда-то Именовались Иосифляне То есть Вот это Движение Непоминающих Патриарха Ой Митрополита Сергия Строгородского Когда он Издал вот эту Печальную Всем известную Декларацию Свою Вот И от него Тогда отмежевалось Много Епископов Священников Поскольку он Требовал Через эту Декларацию Соработничества Сотрудничества С жидобольшевиками Вот Что не могли Сделать истинные Ну вот пастыри То есть Как можно С ними Соработничать Когда они Уничтожают Все святое Христианство И так далее Вот оттуда Они взяли этот термин Назвались Русская истина Православная Церковь То есть Мы стали читать Книги Мы стали читать Очерки Вот Русских Зарубежных Авторов И все И все Открылось И мы выяснили Откуда есть пошла Русская Зарубежная Церковь Откуда есть пошла Зачалась Во грехе Раскола Московская Патриархия Мы это тоже Выяснили Серафим Роуз Иван Ильин Русский религиозный философ Об этом писал Свидетельство об этом Иоанн Шанхайский Первоирархия Русской Зарубежной Церкви Антоний Храповицкий Филарет Дроздов Филарет Дроздов Монреальский Нью-Йоркский Который Кстати Прославлен Канонизирован Церковью И в том Если я не ошибаюсь Московским Патриархатом Они все это нам рассказали Ну посредством Книг Что к чему Что почем Я тогда понял Откуда вот это все Лицемерие И так далее Еще последний вопрос Как ты Вообще узнал О наших общинах Здесь на Алтае Как ты вообще Сюда попал Про Игнатия Тихоновича Лапкина Я слышал как раз Общаясь С бывшими зарубежниками К сожалению Они сейчас не едины Там раздрайв Раздор Разброд Я вот еще про них Немножко скажу Потом о Лапкине Игнатия Тихоновича К сожалению Они вот Когда Заставили Заставили Мужи мира сего Сильные мужи мира сего Объединяться В итоге Московскую патриархию С русской зарубежной церкви Чисто Механически Чисто Ну Насильно Можно сказать Вот Под большим давлением Они Заставили соединиться И многие Все таки Не захотели Объединяться С московской патриархией Многие вот Священники Епископы Совсем немного Там По пальцу Можно пересчитать В основном Священники И миряне Они не захотели Вот так Именно механически Во Христе Да пожалуйста Ну вот так Вот так вот Когда остается Нерешенные вопросы Куминизма Вот этого Сергианства Да вот этого Махрового Вот Не захотели И они остались Ну не соединились И к сожалению Вот Они распались На много частей Вот И делят вот Власть И друг на друга Показывают пальцем Что мы Канонические Мы Мы сохранили Истину во всей полноте Вы немного там Что-то там где-то Погрешили Придите к нам Поклонитесь нам Покайтесь Попросите у нас прощения И все И мы будем едины И вот так Друг на друга Каждый И все И идет соблазн И идет непонимание Что происходит И так далее Вот К сожалению Вот такая сейчас картина И она Ну Печалит очень сильно Вот И вот там От них я услышал А Гнатих С Лапкини Потому что Если я не ошибаюсь Вот Потеряевский приход Барнаульский приход Они Тоже были В свое время В зарубежной церкви Да Мы и остаемся В зарубежной И остаетесь В зарубежной Вот И я об этом Слышал о Лапкине Но Когда я зашел В интернет Много роликов Каких-то Ну Прям Как сказать Называющих Игнатия Тихоновича Сектантом Каким-то Махровым Причем Жестким Там Ну Какие только слова И я К сожалению Купился На эти термины Ну вот На эти Лжесвидетельства И не стал Ну не стал Пристально Смотреть Ну на те Или на его На его то работы На ваши вот ролики Которые вы выкладываете Я не стал Я просто Чуть-чуть включил Посмотрел Ну что-то Какая-то горячая Может беседа Мне попалась Минуты две Три Посмотрел И для себя Решил Что да Что-то Это есть Ну сектант Короче Все У меня Вот этот Тумблер Включился И все И к сожалению Я его записал В черный список Свой Ну и дальше Пошел А дальше пошел И нигде Ничего не нашел И стал охладевать В вере Потому что Живого Вот этого Живого Слова Божьего Я нигде Не слышал Уже На тот момент Постепенно Все Иссекает Вот этот источник Живого слова С каждым годом Все свидетельствуют Истинно христиане Которые хотят Истинно спасись Хоть какое-то Есть у них К небу Стремление Они все Как один Говорят Что постепенно С каждым Богом Вера охладевает В пастырях В епископах В народе И так далее И так далее И я тоже Вот этот процесс На себе ощутил И все Вот Ну И не так давно Чуть больше месяца назад Я все таки Опять вышел На Игнатия Тикона И Челапкина Опять включил ролик Я уж не помню По какому Случаю Вот это все Произошло Ну включил И стал смотреть С беседулей По скайпу Или еще что-то И когда я пристально Всмотрелся Когда включил Свой разум Сердце И я понял Что Ну Такого я не слышал Такую любовь Я не видел К слову Божьему Такой жизни Я узнал Что он оказывается Исповедник Что он сидел За веру Еще в советское время Что сколько он Трудов сделал Какие труды Книги Вот сколько 38 там Да 38 там Вот Книги И вот это Живое свидетельство Любовь Любовь к человеку К собеседнику Не важно Православный он Либо инославный Иноверный Вот он видит Перед ним Прежде всего Видит образ Божий Человека видит Когда он беседует Даже вот С еретиком Каким-нибудь Он на него Смотрит с уважением Он смотрит на него Даже снизу вверх Если по-человечески Говорит То есть он хочет ему Послужить Помочь ему Найти Но это сейчас Не встретишь Это все Оскудело Весьма Вот такое отношение К человеку И даже когда он Обличает Но он обличает Это словом Божьим А слово Божье Как-то проникает Прямо до духа Это апостол Павли Живо и действенно До разделения души и духа И вот он Когда вроде бы С другим Ты смотришь ролик Он с другим человеком Общается И он ему говорит Слово Божье Но ты когда смотришь Это слово Божье Ты понимаешь Что оно к тебе Она на тело ложится Оно тебя обличает Если ты Лукавствуешь Оно тебя и обличает Ты любого обличает На то Но и слово Божье Чтоб обличить Чтоб ты опомнился Встал И дальше пошел Покаялся И пошел дальше К совершенствованию Вот у меня такое Я увидел это все Я прозрел Я понял что А вот я вспомнил Почему Община Вот сейчас как бы идет Андрей Николаевич Кочергин Я его уважаю Люблю тоже И за его трудами слежу Отец Яким пар Вот на него сейчас Ролик какой-то записали Ну клеветнический И вот Андрей Николаевич Кочергин Решил защитить Своего пастыря Он поскольку тоже С ним общается Припадает тоже К его словам Игнатий Тихонович Тоже увидел Когда Якима пара Ну по видео Видимо роликам Он тоже его Сказал что это Истинный пастырь Что он слово Божие Несет людям Что он подпекется О пастырь своей И у него тоже есть община Яким пар когда приезжал Несколько лет назад Он этот вопрос поднял Что Нас христиан спасет Только община Только община спасет Вот это вот Ну вот как вот В апостольские времена Жили люди Только вот это вот Вот то что Я приехал посмотреть Так ли это Или не так у вас Убедиться Ладно ролики ролики А как вот вживую Как вот действительно Здесь все происходит Вот И Отец Яким пар Вот об этом Этот вопрос поднимал И прям побуждал людей Ну вот У него у самого В Нью-Йорке Вот такая вот община существует Ну как бы костяк там Монашеский Но не только Там есть видимо Миряне И все и все Вот И он здесь нас призывал Русских Американец Призывал русских Чтоб мы стали жить Общиной жизнью Как когда-то наши отцы И деды жили Все Я у меня откликнулось Внутри что-то щелкнуло И я ему еще как раз помог Отец Андрей Николаевич Стал защищать его Ну как апологию такую Что это все клевета Призывал всех братьев и сестер Кто соприкасался С Якимом паром Вживую Через книги Чтоб тоже Отдать отзывы Что он им дал Отец Яким Действительно он их там В заблуждение ввел В прелесть ввел Какую-то бесовскую Либо он им Благо принес Либо они стали изменяться Стали идти ко Христу Ну все Это очевидные вещи Все И вот Как бы я проникся Этой мыслью Что община И вот как раз Я и вышел на вашу общину На Игнатия Тихоновича Стал смотреть И увидел Что вот оно и есть Вот надо Вот это вот потеряевка Непромыслительное слово Потеряевка То что потеряла Русь Русские Что потеряли Когда-то жили так А они сейчас Мы сейчас это потеряли И вот Господь нам показывает Воздвиг вот этот светильник И показывает Что вот мы это потеряли Когда ты ролики смотрел Потом-то Какое у тебя решение назрело Что-то позвонить Или что-то Решение назрело Позвонить Конечно Ну поскольку он Что он с людьми Общается через скайп Что можно вопросы задать И он во свете Слово Божие Во свете Библии Во свете Слова Бога Живого Он нам все это преподает И я решил Ну скажи мне отец По Слову Божьему Про меня Про меня окаянного Вразуми меня У меня вот такое Появилось желание Что вот Позвонить Пускай он меня Что-то наставит Меня Опять вот эту Путлеющий вот этот Ну уже вот там Уже истлел Уже практически Огонек Чтобы опять Загорелся он Чтоб дальше я его стал Чтоб он загорелся И дальше я стал Вот так вот Ну развивать в себе Огонь веры Что и произошло И 25 марта 2016 года Ну ты как вообще Как он тебе разрешил Сюда приехать А как разрешил приехать Ну и у меня сын есть Константин Он живет с женой с бывшей Я когда про лагерь Много смотрел материала Про лагерь детский Я понял Ну я увидел Даже детей Их вот реакцию На это все Слышал отзывы По видео Вот Я понял Что это лагерь Непростой Что там вот И я слышал Даже на приходе В Омске Мне вот Отец Нил Он стал Иродьяконом А был Мы с ним учим Он был в иконописной Учился в отделении В Тобольске Вот мы с ним Там соприкасались Когда-то Давно Он мне сказал Что у нас есть на приходе Парень Уже Ну он уже подрос Может 20 лет Чуть больше Он когда-то был У отца У Игнатия Тихоновича В лагере Вот этом В трудовом И он говорит Так Он один раз Вроде был Одно лето И у него Эта закваска Вот эта Добрая Она осталась На всю жизнь Понимаешь Это стержень какой-то Вот Такие отзывы Я подумал Почему бы сыну Мне вот так вот Ну тоже Вот эту Не вложить Вот ему Вот это Поскольку я Влияния особо Не имею Поскольку он Он живет с матери Среди юбок Затесался Практически Уже готовый Баба-раб Ну впрочем Как и я К сожалению Был по крайней мере Позвонил потом Да И я позвонил И Игнатию Тихоновичу Спросил разрешение Можно ли С сыном приехать Он говорит Ну да Он мне объяснил правила Что нужно соблюдать Я согласился Но потом ему сказал Что Ну может быть такое Что Жена не согласится Поскольку вот эта Клевета Тьма Вот эта Недобросовестные Нечестивые Как я не знаю Сожженные ли совестью Люди Что они делают Они не ведают Что творят Клевещут На На Друга Божьего Осторожно Ребята С огнем шутите Вот И Она может Ее Отвести От Ну вот От этого От желания Его упустить Хотя у нее было желание Я в Новый год приезжал Говорю Вот как бы Его может даже В кадетский корпус Может Учиться Она у нее Есть желание Как бы из него Ну сделать Понимаешь Она понимает Это Слава Богу Понимаешь Что нужно Ни баба рабатила Ни гея Будущего Я не знаю Прости Господи За эти слова Не наркомана Не Что там из них Получается В тюрьму Либо он попал А действительно Достойного мужа А вот ты решил приехать сюда Все таки решился А как у тебя Прошло Это Все Я отмечу Пожди Вот Игнат Тихонич Сказал Что Я говорю Вот если его То можно мне Тогда приехать Говорю Ну вот Потрудиться Помочь Общине Приготовить Лагерь для детей Он говорит Ну можно Только вот давай Вот Все Вот Сегодня приезжай Все Все бросай И собирай И я тебя проверю Вот тебе Первая проверка Ты говорил Какие-то у тебя Искушения были Искушения в поездке Были Ну за два часа Мне пришлось Собраться Вот И уже через два часа Был поезд И больше не было Поезда сюда И у меня не было Выбора Я вот Ну что успел Собрал Поехал на вокзал А уже оставалось Чуть больше Десяти минут А когда Десять минут Это лимит Все Если девять Там восемь До отправления Поезда Уже не продают Билетов Я подбежал К кассе Попросил всех Кто тут стоит Ну вот Впереди Я говорю Извините Ну вот там На табло показываю Что поезд Сейчас уже цигель-цигель Мне надо быстрее Пожалуйста Можно Разрешили Но женщина Которая уже стояла Она долго стояла Ей долго оформляли билеты И уже вышло время мое Вот И я обращаюсь Потом к кассиру Она говорит Я не могу Уже все закрыто Вот Ну я взмолился Ну как бы Я не потерял надежды Что Господь все равно Что-то сделает У меня внутренняя убежденность была И подходит мужчина Видимо таксист И он говорит Ну что Поехали А мне Куда поедем Он говорит Мы можем обогнать поезд Поехали Я знаю как это сделать Поехали Любые деньги Дам Поехали Ну и все И мы до Татарска Доехали И действительно Поезд уже стоял Но полчаса Остановка И я успел Купить билет И И ты меня встретил Аллилуйя Слава Богу Слава Богу Еще последний вопрос Как тебе вообще здесь Ты приехал Здесь Работал ты Отдыхал Как тебе вообще В чем-то Ну я Басху встретил здесь Вот Что-то вот по роликам Ты смотрел Что-то есть изменения Или что-то для тебя новое По роликам я мало смотрел Вот про саму Потеряевку Я больше знаешь Смотрел Вот по скайпу беседу Вот для меня Это было важно Не знаю Вот В первую очередь Я это избрал Вот Ничего Вот то что Кто что рассказывает Игнатий Тихонович Еще кто там Ну вот Свидетели Да Кто видел А это все С действительностью Сходится Что мне Вот смотри Вот я в свое время Поездил по России Ну поломнические поездки Я увидел Я много видел Как службы проходят Понимаешь Вот Вот это богослужение Какие-то вот элементы Общинной жизни Все равно где-то есть Вот того же Александра Никулина У него есть община тоже Вот Я это все видел Я это все смотрел Мне это радовало мое сердце А вот Здесь у вас увидел Я как бы вот Из этих вот Мозаик То что я увидел По всей России У вас вот Вот это собрано Вот в полноте Понимаешь Я увидел Некую полноту Законченность Завершенность Понимаешь Вот я вот это увидел Вот все Вот действительно Все что касается общины Какая она должна быть Ну по моему По моему Скудоумию Так скажем Я это увидел Я увидел строгость Я увидел Вот Трезвый Ну призыв Как бы сказать Вот эта строгость Дисциплина Она помогает Бодрствовать над собой Да Чтоб не попускать Дьяволу В сердце проникнуть Вот Вот это я увидел Увидел любовь Братскую любовь Внимание Братьев Ко мне До гостеприимства Увидел Вот Желание послужить Мне Ну вот Я приехал Ну все В принципе Ну все Виталий Спаси Христос Тебе Что ты Это Бог Вы не Руки не жмете Да Мне Виктор Тогда сказал Ну одним словом Вот Умилило сердце Мое Потому что Это в Тобольске Было Братса Вот это Я говорю Сейчас же Все Каждый Своего ищет Каждый Вот Я не знаю Что делать Ну ладно Слава Христу Слава Христу Слава Божьей Любое Вот Я вот это увидел